Встреча с Олимпиадой 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 а не залез, когда на трон в качестве врага номер один, то мы должны прекрасно понимать. Киселёв, кстати, очень толково показал в эти выходные дни, в трёх репортажах суть происходящего. Но он упустил, думаю, абсолютно осознанно, один и самый главный сюжет. Каким образом Навальнятину готовили в лабораториях за кордоном и непосредственно у нас? Я не знаю, кто ему дал этот репортаж, Бастрыкин распекает своих следоков о том, как они выпустили Навального. Навальный поехал вместе с Белых, организовали криминальную группу, из каждого кубометра стригли большие деньги. Кашин выезжал там, разбирался и смотрел, и всем известно. Отсюда позвонили, отсюда, и на следующий день этот суд выпустил его. Потом его привезли сюда, к нам привезли. Начались выборы у московского мэра. Мы выдвинули Мельникова, талантливый человек, один из опытных депутатов, с прекрасной научной подготовкой. Подготовили программу «От города проблем, города успехов». И когда увидели, что поддерживает актив население и общественность, срочно притащили Навального. Ко мне прибежали руководители районов. И говорит, Геннадий Андреевич, что это за сумасшедший дом? По артии власти заставляют собирать ему подписи. Я стал уточнять, оказывается, отмашка была из Кремля и было прямое поручение. Навальный тогда под руководством партии власти при поддержке одной из башен Кремля собрал миллион восемьсот тысяч голосов. Чтобы свергнуть любую власть, надо 200 тысяч вывести активных бойцов. А теперь нам показывают, вот приехал. Кстати, как приезжал, как репетировали, как вы все это прекрасно знаете. Три канала сопровождали всю эту операцию. Я просмотрел вчера. Я сам служил в спецподразделениях. Я знаю, как это делается. Сейчас сидят двое молодых ребят из Берлина. Уже берлинский обком руководит. Куда идти, что делать, каким образом организовывать, кого бить и как провоцировать юнцов и пацанов. Чисто фашистские приемы. Когда готовил фильм о том, как моя орловщина кровью истекала, сражалась против Гитлера. Я нашел эти кадры. Гитлер ходит по щечкам пацанов, ладошкой хлопает и раздает фаус-патроны. Они должны были убивать наших солдат и ребят, которые прошли всю Европу и пришли в Берлин освобождать. То же самое делает. То же самое мерзавцы делают. И все трещат каналы. Вот придут, вот будут, вот снова. Успокойтесь. Эта сволочь вас первый раз уберет. Придут те, кто пришли к Киеве. Пришли, отстреляли неугодных, остальных посадили, разогнали, выгнали. Результат налицо. У нас будет сложнее и хуже, чем Белоруссия. Белоруссии батьку не предали, ни силовики, никто. Все устояли. Ни общественное движение. Мы поддержали. Мне пришлось уговаривать. Ездите, в том числе на телеканалах. Говорят, что же вы делаете? Вы последнего союзника выгоняете? За вас завтра возьмутся. Вы думаете, вы все тут будете сидеть? Вас уберут, будут сидеть тут совсем другие. Мы обязаны, обязаны это изучить и расследовать. Я как председателю Думы обращаюсь. Как лидер Патриотического Союза нам необходимо провести закрытое заседание совбеза и обсудить сложившуюся обстановку. Потому что, когда оттыкают пальцы, кто пришел, пришли работяги, которые жутко недовольны этой жизнью. Жутко недовольны. Продолжают нищать, терять работу и так далее. Они не за Навального пришли. Пришли пацаны, у которых вы отняли нормальную учебу. Вы выбросили из учебных программ и Павку Корчагина, и молодую гвардию. Вы выбросили оттуда с Олженицем, что нас тыкаете. Я настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели вопрос и не лезли больше в совхоз Ленина. Давно бы Бессонова уже, в принципе, реабилитировали, выпустили. Вместо того, чтобы снять эти решения, продолжается сталкивать лобами. Сталину все тыкаете. Сталину хватило ума, железной воли, сплотить страну накануне того, как гитлеровцы, и Гитлер пришел к власти, помирился с казаками, помирился с кулаками, в том числе и с интеллигенцией. Все сделал, перед священниками извинился, сам лично собирал. А вы не можете собрать и договориться с левым флангом, который испокон веков защищал державу и отстаивал. С приходом либералов, кого расстреливали, рабочих расстреливали, кого ссылали, коммунистов ссылали, с кем Гитлер расправлялся. С коммунистами, в первую очередь, потом социалистов, потом профсоюзников, потом целые народы стал жарить в печах Освенцима и Дахау. Поэтому из этого надо деловыводы решать проблемы. Мы готовы к этому. Но мы надеемся на то, что и Совет Безопасности, и партия власти сама примет соответствующие меры. Субтитры создавал DimaTorzok